Здравствуйте! Урок информатики в восьмом классе. Это восьмой урок первой четверти. Тема урока – кибер-угрозы. Цель урока – соблюдать правила обеспечения безопасности пользователя в сети и повторить изученный материал. На экране вам представлены определения и терминология. Необходимо соотнести каждый термин со своим определением. Проверим, что у нас получилось. Цифровая репутация – это негативная или позитивная информация о человеке. Фишинг – это новый вид опасности в сети, кражи секретных данных, логинов и паролей пользователей интернета. Интеллектуальная собственность – результат творения человеческого разума. Кибер-буллинг – отправление собеседнику сообщений агрессивного, запугивающего характера. Социальная сеть – электронный обмен сообщениями между пользователями сети. Я надеюсь, все справились одинаково. В мире 91% компаний сталкиваются с угрозами информационной безопасности. В основном это вирусы, шпионское программное обеспечение и другие вредоносные программы. Сюда можно отнести спам, фишинговые атаки, сбои сети, а также DDOS-атаки. Спам – это массовая рассылка корреспонденции рекламного характера лицам, не выражавшим желание ее получить, а также рассылка массовых сообщений. Я думаю, каждый из вас сталкивался в жизни со спамом. Спам – это акроним, сложно сокращенное слово. Образовалось оно от усеченного Spiced Ham – ветчина со специями, или колбаска с перчиком, перченая ветчина. Поэтому прямым переводом английского спам можно считать нечто вроде спетчина – специи плюс ветчина. История этой ветчины такова. В 1937 году американская фирма Hormel Foods выпустила колбасный фарш из скопившегося на фабрике неликвидного мяса третьей свежести. Малоаппетитный продукт американцы не стали покупать. Поэтому хозяин компании, мистер Хормель, развернул масштабную маркетинговую компанию, разрекламировал свой продукт и начал поставлять свои консервы в военные ведомства и во флот. В 1937 году Hormel Foods накормила американские и союзнические войска своей продукцией. Даже в послевоенной Англии среди экономического кризиса спам был основным продуктом питания англичан. Розовые кусочки мяса – это и был спам того года. Так слово приобрело значение чего-то отвратительного, но неизбежного. Термин «спам» в новом значении, как навязчивая электронная рассылка, как почтовый мусор, появился в 1993 году. Администратор компьютерной сети Usenet Ричард Депью написал программу, ошибка которой спровоцировала отправку двух сотен идентичных сообщений в одну из конференций. Его недовольные собеседники быстро нашли подходящее название для таких навязчивых сообщений – спам. Сегодня термин «спам», так же, как и различные его производные – спамить, спамер и т.д. – полностью переориентировался на электронную почту и вошел в широкое употребление, несмотря на то, что колбасные изделия «Хормеля» с этим названием выпускаются в США до сих пор. Профилактика спама. Заведите себе два адреса – частный для переписки, то есть приватный, малоизвестный, который вы никогда не публикуете в общедоступных источниках, и публичный для публичной деятельности, для форумов, чатов и т.д. Причем этот адрес для переписки никогда не должен публиковаться в открытом доступе. Адрес для переписки не должен быть легким в запоминании или каким-то красивым. Если это будет набор букв, знаков, цифр, то такой будет хороший, он будет лучше подходить, чем простое слово. Если нужно сообщить свой приватный адрес, например, в конференции или на сайте, то делайте это способом, непригодным для автоматического прочтения сборщиком адресов. То есть если там есть слово «точка», то напишите это как «точка». Если там есть значок «собачка», напишите прям «собака». Тот, кто читает, поймет, о чем вы говорили, и поставит нужный знак. Копировать это будет сложно. Если речь идет о публикации на сайте, можно просто его в виде картинки отправить. Адрес для публикации нужно заранее считать временным. Не стоит его жалеть. Вы всегда можете завести новый. Как правило, спам начинает приходить на него через несколько дней после публикации. Поскольку этот адрес могут использовать не только спамеры, туда может приходить и нормальная почта, стоит его периодически просматривать. Вы можете читать почту, приходящую на него, раз в неделю или раз в месяц. При регистрациях всегда указывайте публичный адрес. Он все равно может считаться потерянным. Можно на каждую регистрацию заводить новый адрес на бесплатных почтах. Тогда вы будете знать, кто из магазинов или форумов продал ваш адрес. Никогда не отвечайте спамеру. Возможно, ничего плохого не произойдет, но может случиться и так, что ваш ответ прочитает робот, пометит ваш адрес как живой, и спамы будут приходить еще больше. Не стоит пользоваться ссылкой «Отписаться», если вы не уверены, что она сработает. Возможно, вас действительно отпишет данный конкретный рассылщик, и с этого сайта не будут приходить рассылки, но при этом ваш адрес могут пометить как действующий, и спамы станет больше, но просто с других сайтов. Смените свой частный адрес. На некоторое время это поможет. Допустим, вы никому не давали адрес, кроме самых близких знакомых, но все равно приходит спам. К сожалению, ваш адрес мог быть украден из адресной книги вашего знакомого. Используйте антиспам-фильтр. Или на сервере, выбрав профайлера с услугой фильтрации спама, или у себя на компьютере, выбрав средства, подходящие для вашего почтового клиента. Современные фильтры оплатают достаточно высоким качеством, процент фильтруемого спама у хороших и хорошо настроенных фильтров достигает почти 100%. И их использование резко снизит остроту проблемы. Новое понятие – DDOS – атака. Это комплекс действий, способный полностью или частично вывести из строя интернет-ресурс. Эту аббревиатуру можно расшифровать как Distributed Denial of Service Attack – распределенная массивная кибератака до отказа в обслуживании. В качестве жертвы может выступать практически любой интернет-ресурс, например, веб-сайт, игровой сервер или государственный ресурс. На данный момент практически невозможна ситуация, когда хакер в одиночку организует такую атаку. В большинстве случаев злоумышленник использует сеть из компьютеров, зараженных вирусом. Вирус позволяет получить необходимый и достаточно удаленный доступ к зараженному компьютеру. Сеть из таких компьютеров называется Botnet. Как правило, в Botnet присутствует координирующий сервер. Решив реализовать атаку, злоумышленник отправляет команду координирующему серверу, который в свою очередь дает сигнал каждому боту начать выполнение вредоносных сетевых запросов. Причины таких атак – это может быть личная неприязнь или политический протест. Развлечение. Недобросовостная конкуренция. Вымогательство или шантаж. Еще одно понятие – троллинг. Это размещение на различных интернет-ресурсах, провокационных статей или сообщений с целью развития конфликта между пользователями с сопровождением взаимных оскорблений и т.д. Произошло от английского троллинг – ловля на блесну. Лицо, которое занимается троллингом, называется тролль. Изначально это слово происходит именно от рыболовного термина троллинг, а не от мифологических троллей. Характерной чертой троллинга является то, что так или иначе его целью будет привлечение внимания к своей персоне любыми способами, даже плохими. Как защититься от троллинга? Во-первых, есть такое понятие, как «не кормите троллей», т.е. не реагируйте на его провокации, не стоит уделять его внимания, которого он так добивается. Принцип медленных откатов. Отсутствие какой-либо немедленной реакции демотивирует тролля, ему становится неинтересно, лишает его энергетической подпитки. И еще одно понятие – не цепляйтесь к новичкам. Будьте терпимы к новичкам на сайтах. Иногда люди делают ошибки, не зная правил. Т.е. вы можете подумать, что это тролль, который что-то не так пишет, а на самом деле это новичок, который просто не знает, что нужно. Постарайтесь его ознакомить с правилами. Помните, интернет может быть прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха или общения с друзьями. Но, как и реальный мир, сеть тоже может быть опасна. Позаботьтесь о собственной безопасности в интернете. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok